В ближайшее время депутатов Государственной Думы России ждет череда новых отставок. По данным федеральных СМИ, сразу шесть депутатов-единороссов намерены отказаться от своих мандатов. И всех их подозревают в сокрытии доходов и имущества. Напомню, на этой неделе еще один представитель партии власти, Владимир Пехтин, уже отказался от своего мандата из-за скандала с квартирой в Майами. В последние дни новости из Госдумы все больше со скандальным оттенком. Сначала из парламента попросился Владимир Пехтин. В интернете с легкой руки Алексея Навального появились сведения о его недвижимости в США общей стоимостью 2 миллиона долларов, которую он не задекларировал. Пехтин утверждает, что никаких квартир в Майами у него нет, а сложил полномочия, чтобы не бросать тень на партию и чтобы разобраться с клеветниками. Затем свои депутатские корочки положили на стол Анатолий Ломакин и Владимир Толстопятов. СМИ, ссылаясь на источники в руководстве Думы, утверждают, что за ними могут последовать и другие единороссы. Называют Владислава Третьяка, Андрея Исаева и Вадима Булавинова. Депутат Краевого парламента Алексей Клишко считает, не нужно скрывать доходы, и тогда проблем не будет. Если мы действительно требуем от органов власти, от выборных должностных лиц честности, прозрачности, понятности, если мы говорим о том, что установлен контроль за доходами и расходами, то это все должно работать. Вот сейчас мы видим, как эти нормы начинают работать. Предприниматель Олег Сипетый уверен, что депутат либо чиновник должен быть абсолютно прозрачным для общества. Сейчас во власть не запрещают идти предпринимателям, даже если у тебя десятки домов за границей. К примеру, Александр Хлопонин, когда он был губернатором нашего края, не стеснялся декларировать сотни миллионов рублей дохода. Нынешний глава края Лев Кузнецов тоже человек небедный. В декларации указал, что имеет недвижимость во Франции. Главное, считает Сипетый, вовремя рассказать о своих капиталах и вовремя отодвинуть бизнес на второй план. Я думаю, что здесь все-таки вопрос не в том, что кто это, бизнесмены или представители каких-то других структур. Важно, чтобы твоя деятельность была обязательно, чтобы твоя деятельность была прозрачной. То есть, если есть какие-то заработки, доходы, они должны быть понятны, откуда источник, откуда доход. Вот эта вещь должна быть обязательно. Анатолий Быков надеется, что дела Пехтина и его коллег – это начало большой перестройки. Ведь под ударом сейчас не оппозиционеры, как, например, Геннадий Гудков, а представители партии власти. Он считает, что многие депутаты, и не только единороссы, в парламенте решают свои шкурные интересы. И с этим нужно кончать. Я думаю, это идет не раскол даже, может быть, а падение авторитета Единой России. И, прежде всего, я думаю, что это на сегодня ситуация, как с КПСС произошло. И я убежден, что там сегодня-завтра, послезавтра побегут оттуда десятками. Побегут в Народный фронт, спасаться. Важно, чтобы компания по борьбе с депутатами-укрывателями не отразилась на бизнес-сообществе в целом, считают эксперты. Предприниматели сейчас – это самый активный класс общества. И многие идут во власть не ради наживы. Их опыт и навыки могут послужить хорошую службу государства. Не надо равнять всех под одну гребенку, считает предприниматель Олег Шитиков. Есть предприниматели, которые действительно хотят изменений в стране. И набрались опыта в бизнесе. И действительно хотят изменить. И я хочу сказать, что это даже, наверное, большинство. Политологи считают, что дела депутатов могут вбить клин между «Единой Россией» и частью бизнес-сообщества. Ведь, к примеру, Владимир Пехтин в парламенте сидел 14 лет. В начале 2000-х возглавлял фракцию «Единство» в Госдуме. Его считали спонсором партии. А в самый трудный момент Пехтина остаться особо не попросили. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне в мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontowa.ru Виталий Поляков, Сергей Кашин. Афонтова новости.